Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 27 сентября, в неделю 16 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Описание событий воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы находим у некоторых христианских историков, например, Евсеевия и Ефеодорита. В 326 году император Константин Великий решил во что бы то ни стало найти утраченную святыню, Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю. Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом с местом ее совершения. И действительно, в земле нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита над головой распятого Спасителя. Как говорит предание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился. Так император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов тот самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать его народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал, воздвигал крест. Люди поклонялись кресту и молились «Господи помилуй». В VII веке с воспоминанием обретения креста Господня было соединено другое воспоминание о возвращении древа, животворящего креста Господня, из персидского плена. В 614 году персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию древо, животворящего креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев в 14 лет. Лишь в 628 году император Ираклий одержал победу над пирсами, заключил с ними мир и вернул крест в Иерусалим. Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Кто-то говорит, что крест находился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и разнесли по всему миру. Сейчас же часть креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме. Полное название праздника – воздвижение чеснага и животворящего креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит священное предание, крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофе, где был распят Спаситель. И второе событие – возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Иракли. Оба события объединяло то, что крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни. Воздвижение креста Господня – двунадесятый праздник. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы. И делятся на господские, посвященные Господу Иисусу Христу и Богородичные, посвященные Божией Матери. Крестовоздвижение – господский праздник. У этого праздника есть один день предпразднства и семь дней полпразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед Большим праздником, в богослужение которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, по празднству – такие же дни после праздника. Отдание праздника – 4 октября. Отдание праздника – последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни по празднству. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святителя Иоанна Златоуста и празднование Леснинской иконе Божией Матери. Всех вас сердечно и тепло, поздравляю с праздником Крестовоздвижения. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok